Необычный конкурс красоты прошел в Якутии, надо сказать, что тёлочки там что надо. Вот это заголовок. Да, 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 нагнала, нагнала. Все такие уже так, ну что там в Якутии? Дело в том, что в этом конкурсе красоты участие принимали только коровы, поэтому слово тёлочки здесь совершенно по делу. Все они не только в необычных каких-то вот покрывалах, наверное, это так называется, но и в головных уборах называется этот конкурс. Посмотри, какая красота. Знаешь, как называется? Наряженная коровушка называется. В этом году, кстати, соревнование вышло уже на всероссийский масштаб, потому что приехали участницы из Калужской области, из Крыма, приняли участие тоже. Но я думаю, что некоторые онлайн, так сказать, участвовали. В общем, победительницу выбрали молодушечку, ей всего три года, зовут её Мэнник. Как ещё раз? Ну это с местного переводится Шалунья. Шалунья победила? Шалунишка победила, да. Из якутского села Сылгытар. Её хозяйке вручили, на секундочку, 10 тысяч рублей. То есть это, значит, не просто ты вот коровой похвастался и всё. Спецприз ещё был 3 тысячи рублей. Это, значит, хозяйки ещё одной коровушки. Ну вот просто спецприз. Он так и назывался спецприз. Видимо, это как-то понравилось. Но, внимание... А сертификаты в СПА нет? Нет, не в этот раз. Для коровушек, наверное, есть. Знаешь, что любопытно, спецприз из зрительских симпатий, приз, это разные призы. Вот приз зрительских симпатий ушёл 12-летний бурёнки. Да, да, да. Да, уже, возможно, не первый раз участвует в этом конкурсе. Оказывается, во Вконтакте проходило всё. Надо было сфотографировать как следует. И вот, значит, приз зрительских симпатий коровушка взяла за 806 голосов за фото своё. Представляешь, ну это, на самом деле, нормально, если вы в сёлах проводите. То есть не котики лайки собирают, а коровки. О чём речь? О коровушке, да. И, значит, получили сани рыбацкие. Тоже как подарок? Да, это вот приз зрительских симпатий, это сани. В Вконтакте это ссылка? Нет, подожди. Нет, это в том же селе, где живёт коровушка, которая получила призрительских симпатий. Нет, у этого же села, у него есть администрация, администрация подарила им на месте сани. Я не могу понять, то есть это конкурс красоты, то есть там никакие другие, там, надой, не участвовали в отборе. Просто визуальное такое, да? Да, его придумали ещё в 19-м году в одном из сёл Якутии. И вот решили, что вот так будут проводить. Это уже традиционный конкурс красоты. Да, ежегодный, посмотри, и там даже снегурочки есть, а главное, что у сельского хозяйства, мы всё понимаем, есть немножечко проблемы. И вот этот конкурс некоторым образом привлекает внимание к селу и к тому, что не всё может быть хорошо. Румяна какие, а? Да, даже накрасили, всё как надо, шляпочки какие игривые, посмотри. Но тут получается, да, и надо заморочиться по наряду какому-то экстравагантному, оригинальному, но ещё и красивый кадр сделать. Конечно, тут вот, посмотри, из книжки тоже волшебница коровушка. Ничего себе. Всё как надо. Здорово, что смогли организовать ещё и денежные призы, что точно пригодится. Они с удовольствием, я думаю, участвуют. Это утепление ещё, вокруг снега, холодно. А ещё все ходят вокруг тебя, и ты такая, центр внимания. Я думаю, хорошее слово, да хорошее внимание, даже коровушке приятно. Поехали, Якутия. Поехали. Сейчас. Давай вот доведём до конца всё. Хорошо. Ну, обсудим. Ну ладно, обсудим. Хорошо.